Леса Амазонии – самый крупный тропический лесной массив в мире. Он таит в себе огромное разнообразие удивительных существ и растений. Привет! Вы на канале СМИРУПОФАКТУ, и я хочу вам рассказать о 10 самых странных животных, обитающих в тропических лесах вдоль реки Амазонки. Поехали! Кинкажу Кинкажу – родственник енота, также известен как медовый медведь. Он живет на деревьях и питается в основном фруктами и медом. Ну и не прочь полакомиться насекомыми, лягушками, ящерицами, птичьими яйцами и мелкими животными. Обладает 13-сантиметровым языком, который использует для того, чтобы достать висящие фрукты, а также лизать нектар из цветов. Людям встречается достаточно редко. Электрический угорь Электрический угорь – рыба из отряда карпообразных. Достигает длины от 1 до 3 метров и весит до 40 килограммов. Способен генерировать электрические заряды напряжением до 1300 вольт и силой тока в 1 ампер. Для человека он не опасен, но при ударе током будет ощутимо больно. Они отлично приживаются в неволе и часто служат украшением для аквариумов. Древолазы Еще одно причудливое существо, обитающее в тропических лесах Амазонии – это лягушки-древолазы. Эти красочные лягушки небольшие, всего 1-5 сантиметров в длину. Они обладают ядовитым кожным секретом и яркой предупреждающей окраской, которая отпугивает природных врагов. Древолазы являются одними из самых опасных существ Амазонки. Муравей-пуля Крупнейшие муравьи в мире могут достигать размеров 2,5 сантиметров. Они обладают очень сильным жалом и ядом. Силу укуса муравья-пули превышает силу ужаления любой пчелы или осы. Некоторые местные племена используют этих муравьев для церемонии инициации к взрослой жизни, в которой молодой человек должен терпеть их укусы, что приводит к временному парольчу и даже почернению ужальных кистей рук. Шлемоносный василиск или ящерица Иисуса Христа Шлемоносный василиск может иногда достигать до 1 метра в длину, но чаще всего встречаются особи около 60 сантиметров. Питаются мелкими млекопитающими, насекомыми, фруктами и цветами, а также более мелкими ящерицами. Этих земноводных еще называют ящерицей Иисуса Христа за их умение бегать на короткие дистанции по воде. Кроме того, шлемоносный василиск отлично плавает и может пробыть под водой около 30 минут. Зайцы губ или рыбоядная летучая мышь Эти летучие мыши достигают длины 13 сантиметров и имеют вес 60-80 грамм. В неволе одна такая летучая мышь за ночь в среднем съедает до 30-40 мелких рыб. Обычно питаются по ночам, но иногда их можно увидеть и днем. Летают не особо быстро и маневренно, однако мощно. Упав в воду, зайцогуб способен плавать, гребя крыльями и даже взлететь с поверхности воды. Стеклянная лягушка Одним из самых причудливых существ Амазонки, а также одним из самых удивительных животных мира, является стеклянная лягушка. Ее трудно увидеть из-за кожи, которая практически прозрачна и принимает оттенок окружающей растительности. Суринамская светоноска Суринамская светоноска – крупный вид полужестокрылых насекомых, достигающих 9 сантиметров. Имеет странную выпуклость на голове, которая напоминает голову ящерицы или змеи сложными глазами. Крылья этого насекомого достигают размаха до 15 сантиметров. Питается соком некоторых растений. Серый лесной козадой Серый лесной козадой – ночная птица, которая достигает длины 38 сантиметров и весит 230 граммов. Она ведет ночной образ жизни, охотясь на летающих насекомых. Днем эта птица покоится на верхушке мертвой ветви, сливаясь с окружающей средой. Она мастер маскировки. Кандиру Кандиру – пресноводная рыба, достигающая 15 сантиметров в длину. Почти прозрачна. Среди местных жителей считается опасной. Она паразитирует на другой рыбе, заплывая к ней в жабры, после чего растопыривает колючие выросты и питается кровью. Чтобы насытиться, кандиру достаточно от 30 до 145 секунд, потом она покидает хозяина. Но иногда кандиру может заплыть в человека, что может вызвать сильную боль. Единственный способ избавиться от этого паразита – хирургическое вмешательство. Ну а на этом все. Я надеюсь, что вам понравился ролик и вы поддержите его лайком. Ну а я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok